Международная федерация футбола Казань из Владивостока вернулись победители всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2016». Конкурс проходил в течение четырех дней. В нем приняли участие более 300 школьников из регионов России. Российская социальная сеть ВКонтакте начала принудительное переключение своих пользователей на обновленный дизайн сайта. В данный момент 10% случайно выбранным пользователям включается RayDesign. Это начало массового перевода всех пользователей ВК на него. Участники ралли «Шелковый путь» во главе с директором проекта Владимиром Чагиным прибудут 9 июля в столицу Татарстана. По центру Казани пройдет колонна из 150 экипажей грузовиков и внедорожников из 25 стран мира. В том числе участники легендарная конюшня Татарстана на шести автомобилях «КамАЗ». В Казань для участия в этапе чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд прибудет сборная России. 11-12 июня в Казани на стадионе «Центральный» пройдет первый из двух этапов Европейской гран-при серии по регби-7. На Казанском стадионе трудовые резервы состоялась церемония открытия спартакиады медицинских работников Республики Татарстан-2016. В спартакиаде принимают участие 14 команд, соревнующихся в шести видах спорта. Казанский федеральный университет посетила делегацию университета Ким Чхон. Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества в области академической мобильности для студентов и преподавателей, а также перспектив заключения соглашения о сотрудничестве в области передовых научных исследований. Известная телеведущая, журналист и режиссер Фекла Толстая приехала в Елабугу для участия в Международной научно-практической конференции АТИ-2016, проходящей в эти дни на базе Елабугского института КФУ. 9 июня в этнографическом музее Казанского федерального университета открылась выставка «Два сапога пара. Традиционная обувь народов мира».